Всем привет! Я нахожусь в кратковременном отпуске, но не могу прервать наше с вами общение, поскольку очень много вопросов приходит в комментарии. Я должен на них как-то отвечать, а времени отвечать на все не хватает, поэтому на что-то я могу ответить, наверное, сейчас. Ну, наверное, начну с того, что за аппаратура у меня дома. Аппаратура дома у меня хорошая, многие скажут, что она средненькая, многие скажут, что она супер, но на самом деле оценивать аппаратуру дело неблагодарное, потому что многолетний опыт прослушивания различной аппаратуры, пребывания в различных гостях у людей самого разного уровня достатка и самых разных запросов в смысле аудиофилии, а также и ходьба по своим собственным извилистым дорожкам в поисках идеального звучания, привели меня к тому, что самый лучший аппарат, это тот аппарат, который в данный момент стоит у вас дома. И который стоит у вас дома не просто в данный момент, вчера принесенный из магазина, а тот, который вы слушаете несколько лет у себя дома. Это самая лучшая аппаратура. Почему? Потому что вы привыкаете к этому звуку, вы слушаете все пластинки свои именно на этом аппарате, именно в том звуке, в котором слышите, привыкаете к звуку этого помещения, где вы находитесь, и прочитываете всю музыкальную информацию от и до, и вас это полностью устраивает, приносит вам удовольствие. А это самое главное в аппаратуре, чтобы звук приносил вам удовольствие, чтобы вы были довольны. Другой цели нет никакой вообще. Вы должны получать удовольствие. Если вы получаете удовольствие от звучания какого-то конкретного аппарата, который у вас дома стоит, все, уймитесь, больше ничего не нужно. Аппаратуры очень много, вся она звучит по-разному, и копаться в этом, искать лучшее звучание, абсолютно безнадежное дело, потому что, я повторюсь, все звучит по-разному. Колонки звучат по-разному, усилители звучат по-разному, проигрыватели, вы не поверите, звучат все по-разному. Моделей невероятное количество, год выпуска тоже привносит свои изменения, и все это абсолютно разное. Всю жизнь можно угробить на то, чтобы искать идеальное звучание, забыв при этом уже про музыку, собственно. Вы будете слушать звук, будете слушать, искать те самые кайфы в звуке какие-то, а мимо музыки проходить уже совсем, и не обращать мне внимания. Так что самое лучшее, это то, что у вас дома стоит. У меня дома стоит проигрыватель микросеки BL-10X, это проигрыватель 80-х годов, его начали производить в 82-м. У меня аппарат, вертушка где-то 90-х годов производства. Звучит очень хорошо. Лучшего мне не надо. Ну, пока что. Как только он сломается, я куплю новый. И буду слушать новый. Усилитель прямолуна ламповый, колонки BW. Вот, собственно говоря, и все. Фонокорректор не помню какой. Какой-то фонокорректор я купил в свое время. Не смотрел на него. Тысячу лет включаю его и слушаю музыку. Ну, с ламповым усилителем тоже я задолбался, честно говоря. Я думаю, что перейду на транзистор, на какой-нибудь хороший транзистор, куплю усилитель там ближе к верхнему пределу. Но не за миллион рублей, конечно. Ну, какой-то приличный. Не за 10 тысяч рублей, скажем. Почему? Потому что лампы иногда перегорают. Такое случается. Лампа одна перегорела, значит, надо менять все две, а то и все четыре, а то и все раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не помню, сколько у меня там даже ламп. Шесть, по-моему. Да. Их надо подбирать, чтобы они соответствовали друг другу. В общем, целая запара. А я этого очень не люблю. На это тратишь и время, и нервы. Опять-таки аудиофилы, люди, которые на этом завернуты, они с удовольствием этим занимаются, подбирают эти лампы, там слушают все, смотрят на приборы. Это нафиг мне все не нужно. Мне нужно музыку слушать, а не бегать по мастерам и все это делать. Потом у меня перегорел трансформатор как-то на этой самой прямолуне. Тоже тащить. Это 10 с лишним килограмм усилитель. Тяжеленный. Я живу на пятом этаже без лифта. И переть этот усилитель. Слава богу, здесь машина. На машине его везешь в мастерскую. Из машины его тащишь в мастерскую. Ну, нафиг это удовольствие. Поэтому увезу я его на дачу, эту самую прямолуну, и буду слушать транзисторный какой-нибудь усилитель. Вечный, который будет хорошо звучать. Правда, звучать будет жестче, конечно. Но через транзисторные усилители все мы, во всяком случае, люди моего возраста, все прошли. И транзисторное звучание тоже очень хорошее, в принципе. И вот те комментарии завернутых аудиофилов, которые посыпятся, наверное, на этот ролик, мне на них глубоко наплевать. Потому что у меня очень много знакомых аудиофилов. Среди них очень много людей вменяемых, которые поддержат меня и скажут, что, Леша, ты говоришь абсолютно правильные вещи. Аппаратура должна приносить удовольствие, а не мучения страшные в поисках апгрейда, в поисках какого-то нового идеального звука. Не будет идеального звука никогда, потому что... Потому что потому. Потому что очень много всего-всего разного. Как спросили, они кто такой про гитариста есть, да? У гитариста дома 15 гитар. Он покупает 16-й, и жена его спрашивает, Петя, сколько тебе нужно еще гитар? Так думает. Ну, еще одну. Процесс этот бесконечен. Поиски проводов, поиски головок, поиски новых тонармов, всего-всего. Это было беда бедущая. Второй вопрос, такой часто повторяющийся. Я никого не ругаю. Да, я все расхваливаю. Я хвалю их. Одну группу, другую, третью, пятую, десятую. В разных стилях. Ребята, мне далеко не все нравится. Я совершенно не всеядный человек. Во-первых, слово «всеядный» я не очень люблю, потому что перенесите это все на литературу. Вы же читаете разные книги, я надеюсь, да? Не только детективы Александра Марининой. Правда ведь? Что-то другое тоже. И тоже, возможно, назвать будет всеядными. Да так, с иронией, с издевкой. Ведь нет, правда. Ну вот. Мне очень много чего не нравится. Огромное количество пластинок, которые я терпеть не могу. Я про них умалчиваю. Или вежливо обхожу. Или иногда упоминаю мягко иронично. Например, там пластинки электроклайд-оркестера. Ничего больше ни слова не скажу. Я же не говорю про пластинки группы «Финкфлой». Особая статья. Я не хочу, чтобы меня был вычеркнут из памяти людей, которые хотят узнать что-то новое о музыке. Поэтому я не буду никого ругать. Я буду просто иногда высказывать свое собственное мнение по поводу каких-то конкретных альбомов. А дело в том, что пластинок, которые мне не нравятся, у меня дома просто нет. Зачем они мне нужны, если они мне не нравятся? У меня есть то, что я слушаю, то, что я люблю. Что касается… Да, очень много там таких баталий, деклараций. Я ненавижу музыку в 80-х. Я ненавижу панк-рок. Как вы можете слушать вот это? Вот. Музыка кончилась в 75-м году. Музыка кончилась в 64-м году. Музыка кончилась в 79-м году. Но, на мой взгляд, это полная ерунда. И панк-рок, не панк-рок. Я могу сказать одно. Я для себя уже давно забыл такие слова, как панк-рок, как хард-рок, как прогрессив-рок. Вот эти все жупелы. Я просто вычеркнул из употребления. Ну, употребляю их иногда, вот когда там в разговорах, каких-то в роликах. Но, в принципе, я не оперирую этими. Понятиями я слушаю музыку. Я беру пластинку группы какой-то, которую я никогда не слышал, да? Ставлю ее на прогрессив, слушаю. Она мне либо нравится, либо нет. А назовите ее как угодно. Как говорит русская народная мудрость, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Как угодно назовите. Панк-роком, Индия, крауд-роком, чем угодно. Но вот если она мне нравится, я ее слушаю, рассматриваю, разбираю, делюсь с вами этой информацией и получаю удовольствие от прослушивания этой группы. Если она мне не нравится, будь она 200 тысяч раз прогрессив, будь она 500 раз какой-то новацией, будь она 2000 раз рок-классикой, мне она неинтересная, это говно я не слушаю. Ну, конкретную какую-то пластинку. Вот и все. Поэтому панк-рок, 80-е, 90-е, 70-е. Мне вообще все равно. Вообще по барабану. Нравится? Не нравится. Не нравится? Спи, моя красавица. Как пошлою приведу. Такую цитату. Низкая музыка, высокая музыка. Я вообще не понимаю, что это такое. Что значит низкая музыка? Тут один господин все пишет. Это музыка низкая. Что это такое? Причем пишет о достаточно серьезных таких вещах. Я могу назвать несколько примеров низкой музыки, но опять-таки не буду этого делать, что мало ли кого-то обижу. Обидеть очень легко, потому что музыка – это чудо. Я считаю, что это одно из чудес света. Недаром она вызывает такие эмоции, и недаром идут такие баталии вокруг музыки, вокруг каких-то конкретных групп, стилей. До драк доходит дело. Доходило, во всяком случае, в пору моей юности, там, зрелости. Сейчас я просто не общаюсь с теми людьми, которые до крови отстаивают свою любовь к группе AC-10 или там какой-то еще. Какое еще искусство вызывает такие эмоции и такие битвы, такие баталии? Я вам скажу никакое. Музыка – это чудо. Это удивительное чудо, данное нам свыше. И я рекомендую так к этому относиться. Это удивительная вещь. В Италии я читал, что в рассвет итальянской оперы в свое время тоже были целые какие-то микровойны между любителями одной оперы и ненавистниками этой же оперы и любителями другой оперы, одного композитора и другого композитора. И люди всерьез рубились, потому что вот это лучше, а это хуже. Что к музыке вообще неприменимо, когда говорят, это круче, чем, там, Black Sabbath круче, чем Led Zeppelin. А что значит круче? Кто мне объяснит? Объясните мне, что значит эта группа круче? Это как? Это как? А никак. Объяснить этого никто не может, поэтому понятие круче тоже можно исключить. Ну, в общем, панк-рок, не панк-рок, а дальше у нас будет и джаз в большом количестве, потому что я его очень люблю, очень люблю. И рок в большом количестве, на котором я вырос, и который я слушаю очень часто. А рок очень разный, его очень много будет. Группа и The Fall, Марк И. Смит, которого давно уже просят слушатели. И много-много чего еще. И с Ванс там, и так далее, и тому подобное. Ну, и то, что почему-то называют рок-классикой, хотя рок-классика зачастую, это немножко другое, чем то, что считается рок-классикой в нашей стране. Хотя пересечений много. Пересечений много. Так что до новых встреч. Скоро приду. И будем говорить о любимых наших с вами пластинках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok